итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и это очередная серия прохождения need for speed 4 high stakes для 1 playstation уже же в прошлой серии мы с вами юзанули так неплохо комарик и слава богу мы смогли отвоевать золото чемпионате вот в этом клубном от сердца отлегло но впереди у нас еще более сложный чемпионат здесь как видите уже три тачки на выбор денег у нас достаточно поэтому погнали надеюсь здесь тоже удастся взять золото но с первой попытки потому что с деньгами не шутят так давайте купим машину для начала так сейчас посмотрим на технические характеристики бмв о бмв aston martin db7 ягуар xk-r у него тормоза до хуже вот честно ну не верю я что абсолютно одинаковые по управляемости db7 и ягуар мне кажется ягуар да я уверен что его лучше управляемость уж по управляемости однозначно а тут даже у нас db7 по тормозам немножко говорят лучше вряд ли и бмв м5 . она у нас лучше по скорости и по тормозам от астана мартина она еще больше а управление до управлением она от астана мартина отличать ну окей хотя мне кажется все таки ягуар здесь должен быть самым управляемым ладно не суть так раз тут так сказано значит тут она так и работает цвет 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 а давайте вот такой ярко белый даже бежевый цвет слоновой кости покупаем бмв . она самая дорогая конечно сердце крови обливается 5 лишних тысяч тратить но блин не знаю мне больше всего она нравится это неказистый ягуар так и давайте тогда улучшение также купим хоть там и сказано что она по управляемости лучше из них но все равно она не особо хорошо повороты ввинчивается купим ей первую стадию вот она тоже у нас так под подсела вот и колеса нам поменяли так ну что живот на такой вот замажоренной башечки бумере можно сказать мы поедем можно было а черного цвета там не было черный взять прям как фильме бумер так ну что же фары аварийка поехали еще ребятушки надо вас делать надо вас дырючить желательно конечно не терять денег и выигрывать все гонки но посмотрим как это получится обычно желаемое с действительностью не всегда совпадает так на чё у нас тут ягуар 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 а в бочину на тебе тебе сэван ух как он жужжит вот о бешечке сигнал такой нормально какой прямо слышно егорка ты бляй я еду подлец ты таки жалко стерли такую красивую краску с борта. Так, что, здесь также два круга. По тайге, по перевалам. Ну, значит, опять едем во Владик. Едем во Владик, и тут нам на пути попались какие-то неадекватные стритрейсеры. Которые решили с нами попихаться. Но у нас-то бэшечка уже затюненная, в отличие от их ведер. Ой-ой-ой-ой-ой! Опять левая бочина страдает. Фары пока горят, отлично. Пока горят фары, все в порядке, ребята. И аварийка мигает. Ничего плохого с нами не может случиться. Кстати, вот песня играет. Я в детстве всегда мне казалось, что он поет нехорошее слово там. В общем. Но на самом деле он говорит Rock this. И ничего плохого в этом нету. Ах ты, мудилка! Ах ты, и ушел, да? Егор, а? Противный. Молодой человек. О, что это здесь? Состав стоит. Так, последний круг начался. Подъезжаем уже к Владивостоку. А там будут ограничения скорости везде на въезде в город. Поэтому надо дрючить их здесь. Так, еще кто-то сзади подбирается. Это вы что, сумасшедший, что ли, мать вашу? Прям толпа такая. О! Две башки бок о бок входят в правый поворот. Ну а скудер вырывается вперед. Так, кто что там лидирует? Тоже БМВ что ли? Кузька! Кузьма! Подожди, Кузьма, ты же убился на Камара еще. Нет? Что, выжил? В туннеле. Помните, как он впилился в прошлой серии? Я, например, помню. Ох, он тебе 7 себе прикупил? Да, уйди, противный. Я тоже могу побыбыкать. Так, только не надо меня подрезать. Это грязная игра. Будет с твоей стороны. Так, вот лучше подотстань, да. Ай-яй-яй, ошибся. Вынесла, блин, уже тут финиш. Очень близко. Очень близко финиш. И вот мы въезжаем в Владивосток. О, да! Мы пришли первыми. Отлично, отлично. Это не может не радовать. Две. Эх, из двух минут чуть-чуть не удалось выйти. Немножечко. Но уже 2.05, по-моему, до этого было лучшее время. Топтайм. Третий. Ох ты. Так, на тройку вошли. И лучший круг вон от Камара, гляньте. На 5 секунд уже отличается. Камара у нас тоже был прокачан на одну... На одну. Чего на одну? На один уровень. Так, ой, вот не люблю рута даунф. Она зеркальная все время. Ну ладно. Надеюсь, на этот раз все получится. поехали на рута даунф. Германский, судя по всему. Междугородний автобан, как-то так. Германская глубинка. Вот такой замок. Чик. Так, ну я же первый стартую. поехали. Поехали. Опять прелестный лесок. Идиллическая германская картина германской глубинки. Крепостные стены. Блин, круто. Где мы еще? Когда мы побываем в Германии? Еще с вами, ребята. А тут вот можно прокатиться на германской машине. В Германии же. По селу какому-то, по деревне. Собаки лают. Ох, вырулил. В принципе, когда стартуешь первым, если ехать достаточно аккуратно, но в то же время быстро, ну как бы исчезает вот этот момент, что ты должен продираться сквозь пилетон. Но, блин, нет. Я не закончив свою мысль, тут же впилился в борт, в здание какое-то. И в общем мысль моя заключалась в том, что стартуя первым, можно постараться приехать аккуратно, не покоцав машину и получив еще и бонус за сохранность машины. Опа! Но уже нет, уже два раза правой бочиной тиранулись. Не видать нам бонуса. Ну, хоть по-минимуму денег на ремонт надо постараться потратить хотя бы. Так. BMW видно, видите, сразу качество машины. Баварское качество отвечает. Магнитола не глючит, свет работает, электроника фурычит, все нормально. И, кстати, у нас сейчас пижонский вид такой вот водилы очень в тему. BMW это такой представительский седан. Поэтому все четко работает, как часы. Германское качество. Кстати, вот, если говорить о Need for Speed, да, ну так, серьезно, то ведь до какой там части, хотел сказать, до Underground первого, но нет, японский автопром появился очень так вот, сейчас удалось проехать этот поворот. Японский автопром появился, но, по-моему, все-таки в ход Pre-Suit 2 что-то там было японское. То ли RX-8, то ли Skyline, вот тут не помню точно. Или все-таки в Underground в первом появился японский автопром. Вот этого вообще не было. В общем, это, кто помнит, напишите в комментариях. Или я путаю ход Pre-Suit 2 не было все-таки японского автопрома. По-моему, там только европейки и немки были. Тоже, да. А ну-ка, какое место? Пятое. Ну, здесь это лучшее, да? До этого еле-еле восьмерочку зацепились. Так, 600 баксов всего на ремонт пойдет. да, вот, как только так, Dürkham Road у нас просто в обратку. Ну, пойдет, ладно. Выйдем из тени и сумрака. так что на волне популярности форсажей вот как раз где-то в начале двухтысячных, там, в 2002, по-моему, в 2003 вышел, нет, в 2002, по-моему, вышел Hot Pre-Suit 2, Underground в 2003 все-таки. И поэтому появился вот японский автопром, поэтому, потому что, ну, типа, дрифтовые корчи японки. Там, наоборот, практически исчезли все остальные машины. целиком захватил японский автопром умы общественности в лице разработчиков Electronic Arts. давайте, не нравится мне здесь не по феншую там стоит телефонная будка. Очень опасно стоит какой-нибудь ненормальный псих сумасшедший лихач будет проезжать и может сбить вот телефонную будку. прям как я сейчас это сделал. я это продемонстрировал как бы для городских властей, что там очень опасно ставить. А может это быть просто по злому умыслу кого-то сделано. Автобусы междугородние. По-моему, где-то все-таки в каком-то режиме здесь вот в четвертой части все-таки можно встретить движение на дорогах. Хоть убейте, я не помню в каком режиме, но в каком-то режиме по-моему точно есть. То ли на одного может быть. Ну, видимо, когда тут гонка может быть с соперниками движок не вывозит еще и встречное движение. ну, вот если ехать одному или с копами, когда с копами едешь, тоже, в принципе, движуха не такая плотная. Да ладно, мы уже круг проехали. Круто. Да, бэшечка гораздо шустрее. Уже так прям незаметненько прошерстили кружочек-то. не могу не нарадоваться на немецкий автопром. Хорошо все работает. Самое главное работает автомагнитола и кондиционер. А то вот едешь я не знаю в каком-нибудь богомерзком Камара и там вместо кондишки приходится открывать окно. Оно еще и заедает. Кнопки заедают. А тут бац, еще и автомагнитола отказала от души на единственное. И совсем ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то первый круг я так хорошо проехал. Меня даже догонять стали. Кузьма, да? Кузьма, блин. Вечный наш соперник практически как Доминик Торетто. Виндизель. Только тут Кузя. Нельзя Кузьму близко пропускать. Это он парень ретивый начнет сразу бортаться, краску тесывать. О! Да ладно! Хорошо. Как-то так быстро мы. Ого, круг 1,44. О, так у меня еще и не лучше. Кузя даже лучше круг показал. Вот это да. Не намного, но лучше. Да ладно! Бит the best time. А, здесь у меня уже было мое лучшее. Я сам сяп убил. Но опять же это смотрите насколько лучше круг зато круче. Да? Ну и общее время намного лучше. Но общий круг уже вплотную к абсолютно лучшему. 1,40 у нас 1,44. 9. Но блин, Кузьма так круче проехал. И это как-то принято. Ого, счет ремонта 1300. У меня была мысля, что я может быть даже за эту гонку получу бонус. Но нет. Ух ты! Ночное время на плюс отражение. Видите уже усложняются условия. Но ночное время это круто, конечно. Ночное время это классно сейчас. Не будут нам мешаться прохожие. Движения на дорогах будет совсем немного романтиков в свете ночного в ночном свете фар точнее будет дорога стелиться. А, даже выключить можно. Вы гляньте. Где вы такое видели? Ночью можно без фар ехать. оп. Вот так дальней еще включим. А, я варичка, варичка. Вот так вот. Это я, я, ребята. Вы там сзади не переживайте. А, здесь не побибикаешь. Здесь вместо бибикалки фарами мигаешь. Ну, окей. Вау! Чуть было не улетели. Ой-ой-ой. Кузьма-то вообще в спину дышит. Ты че, родной? Мстись. Че-то он, видать, обиделся за наговоры наши на него. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. О, мы лучше этот поворот прошли сразу. Смотрите, полторы секунды. Блин, хорошо, что здесь вот они ввели этот счетчик отставания. Прям очень круто. Не надо постоянно отвлекаться. Ну, электроника, че, я же говорю уже. Электронные системы здесь. Слежение, GPS. Германия сделана с умом. И, по-моему, во второй части Гран-Туризма они же тоже ввели вот этот счетчик. Но он, блин, работает только в одну сторону. Когда вы отстаете, он показывает отставание ваше от лидера. А если эти впереди, то все, он забивает на это дело. И все, типа парень вышел в лидер и радуйся. Че тебе еще надо? И все, и перестает показывать. А это... Ну, нечестно это. Я же, когда лидирую, я тоже хочу знать отрыв. Е-мое. А здесь вот, пожалуйста, можно... Так, куда там нам поехать? Вот сюда. Вот здесь же ты, Кузьма, убился. ты че? Воу, 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 воу. Очень опасно было, не хватило недостаточно поворачивается, прям резкая. Ввиду того, что не дотормозил. Вынесло. Чуть сам не убился, как бы кузьма это ребята собственно последняя наверно машина на которой можно вот еще хоть как-то на расслабончики поехать по посмотреть окружающие красоты пофотографировать может быть даже следующий чемпионат и машины представлены в нем уже будут очень серьезными это как раз таки будет корвет блин как же я жду чтобы пересесть корвет там будет корвет и ferrari какая-то 50 это слишком круто для корвета какая там маранелла наверное вот и значит там уже это аппараты серьезные и там надо очень четко следить за трассой там уже придется тормозить здесь я торможу только в самых таких вот медленных участках а там же много где надо будет там пилотаж уже совсем другой будет и так вот не по не полюбуешься прыгающими там белками по елкам вот не отвлечешься на какие-то местные красоты будь то природа или какой-то культурологический фон местной территории так ну как что-то меня так вынесло то в прошлый раз давайте ка тут притормозим немного да тут уже серьезно надо скорость сбрасывать так а трасса шруди была зеркальная почему-то прав этот поворот так а на этот раз смотрите опять время вприте ручку но наше время теперь чуть чуть лучше чем у кузьмы отобрали у него приоритет пузьма молодец молодец любит ты прям преобразился после своей аварии ох ты здесь у меня второе время на z3 чеси видите общее время хуже чем на z3 хотя вообще не косячились как такое может быть два круга тех же и круг то лучше хуже ничего себе на 5 на 6 7 секунд ее мои шмарики мир катится о счет ремонта 0 бонус безопасности езды смотрите две с половиной еще отлично семь с половиной сразу за гонку вот есть отлично раскашелили этих капиталистов проклятых на еще две с половиной тысячи так целки круинс отлично отлично вот очень классная трасса надеюсь перу и появляется по моему нет или впервые не помню уже но она тут безо всяких напрягов просто прямо а ну да впервые мою поехали поехали так кузя на месте месте ты сразу перестраиваешься так тут тоже помню будет таких пару заковыристых мест там можно как бы срезать будет но опасно так это у нас для нас новая местность еще не изученная скажем так тут да тут есть такое широченное место ух как мы прыгнули жестко то ах на закате смотрите солнце слепит прямо в глаза плохо что с кабины нету вида так тут где-то будет такой поворот заковыристый блин очень так въехали вот в каньон какой-то видите о ну это прям trail mountain вы гляньте прямо вылитый возможно даже с кому не ездили немножечко разрабы electronic arts у полифоников такую красотищу вот тут по-моему на тормозить а нет еще ну не знаю это еще машина конечно не настолько мощная мой мост такой с брусчаточкой четко но здесь такая тоже сельская местность пейзажик идиллический так вот тут как-то можно срезать ох блин вот это да чуть было не впендюрился сразу мы немножечко кузьмы оторвались а вот это да по прямой как нифига си от кузьмы еще оторвались хотя и закосячился хорошо так вот и круг тоже достаточно короткий но интересный дорога такая вначале она узкая да вот здесь вот идет прям такой серпантин прикольно тома тут четко так расширяется прям вообще настолько с разделительной полосой а по ней едешь хорошо не это не теряется скорость на компе пробовал high stakes играть мне абсолютно не понравилось там он даже по этой разделительной полосе едешь и там так машина прыгает у тебя не может быть разделительная полоса настолько плохо так вот опять этот трилл маунтан разделительная полоса наш всегда тоже ровненько такая но если она не из бетона так что я перехвалил бмв шку но это видать сильная ударился и все-таки что-то отошло магнитола перестала работать хотя нет это тут умный стоит компьютер и он отключил просто музыку внутри салона дабы мы вот послушали щебетание птичек в общем как то так так что это наоборот это бэшка настолько умная то есть умный автомобиль смарт-кар очень круто о да так ух ты в милях скорость была я только сейчас что заметил на счету где-то мы в англии были целый круг ах ты из двух минут не вышли и опять кузьма лучше круг показалах ты подлец то а чем почти на секунду ну косячился это настолько прекрасные пейзажи слишком отвлекался на них второе время ого ничего себе блин но опять же это черт это общее не интересно по общему а вот по времени на круги так первое второе третье четвертые тоже неплохо уже в серединке а лучшая здесь смотрите на 911 porsche enforcer прям какой-то сумасшедший убийца кликуха кода двадцать четыре тысячи да так ну-ка и бонус за чемпионат по-моему тридцатник да отлично но фишка в том что пятидесять четырех тысяч нам не хватит на машину в следующем чемпионате тогда давайте сохранимся долго считывает так прям до сохранить переписать так сейчас зайдем в следующий чемпионат по-моему там чудо стоит машина то дороже как бы не 80 тысяч даже так турнир следующий у нас вот он корве да 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 корвет студии а это приз 110 я думал машина так смотрим здесь уже шесть раз так автодилер купить авто купить авто 60 60 не 80 60 тысяч но все равно нам блин шести тысяч всего не хватает ухты до 550 маранелло точно и смотрите-ка она по всем показателям лучше типа но не знаю не 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 какая маранелло да мне плевать пусть даже она там будет как космический аппарат не корвет не вот еще не говорите я хочу накормить по-любому будем на корове тигнать этот чемпионат в принципе можно продать будет этот Z3 нашу она нам уже точно нигде не понадобится мы прошли и чемпионат на ней и специальные заезды поэтому ее продать можно там мы ее улучшили полностью тысяч за 15 точно можно будет ее слить вот так что так что вот корветик красавец жди нас ладно на этом давайте закончим эту серию надеюсь что вам понравилось ставьте пальчики вверх комментируйте подписывайтесь на все что можно подписаться все ссылки к обычно под этим видео будут ну и всем пока-пока с вами был скудер увидимся в следующих сериях в следующих сериях